В задачу водителя пожарных автомашин входит не только доставка дежурного караула к месту назначения, но и обеспечение работы автоцистерны, подача воды, а при необходимости – работа на пожаре. В одном из столичных автодромов прошли республиканские финальные соревнования на звание лучшего водителя пожарного автомобиля. Соревнования состоят из 10 этапов. Это у нас колея, заезд в бокс, потом, как вы видите, здесь у нас круг, тоннельные ворота, далее у нас следует заезд на стоянку, змейка вперед, змейка назад, стоп-линия, и последний этап у нас – подача воды насосом уже на финише. Шесть команд из двух человек – шофера и пожарного – стали участниками финальных соревнований. Их ждали препятствия, приближенные к реальным при выезде на пожар, особенно маневрирование на узких дорогах, ведь при наличии большого количества автомобилей, которыми заставлены дворы, водителю нужно суметь проехать к пожару вовремя и при этом не задеть машины жильцов. Очень загружены дворы, загружены проезжие части, то есть гражданскими автомобилями на дорогах невозможно проехать пожарным автомобилем по габаритам. Им приходится изворачиваться среди гражданских автомобилей, что даже данные соревнования им очень помогают. Целями конкурса является повышение профессионального уровня водителей пожарных автомобилей. Лучшая команда была определена по количеству времени, затраченного на прохождение испытаний и сумме набранных штрафных баллов. Соревнования, да, дают невозможность получить побольше мастерства в вождении пожарной машины, навыкам. Выезжая по тревоге на пожар, многое зависит от водителя. Про вел дорожное движение должен знать водитель, навыки. То есть вся команда, весь караул надеется на водителя, чтобы водитель доставил на место пожара в целости и поскорее. По итогам соревнований лучшими стали представители Чебоксарской пожарно-спасательной части номер 6. Ольга Лазарева, Петр Куприянов, Новости Новочебоксарска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова